Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на очередном занятии курса Пимадр. Трактата написана на древнегреческом языке. Название сегодняшнего занятия будет «Движущее, неподвижное, первоначало». Так переводится выражение «Кенун Акинетон», которое впервые употреблялось в книге Аристотеля. И эту тему, наверное, мы раскроем в конце занятия, после того, как я уже переведу непосредственно весь кусочек. Возможно, уже где-то в середине станет понятно, что же это такая за сила «Движущее, неподвижное, первоначало». Итак, начинаем сразу с абзаца древнегреческого. И пойдем, перейдем на перевод. «Και ο τούτου των φθινητών κόσμων και των άλογων ζώων έχουν πάσην εξ οσίας για της αρμονίας, παρέκεψεν, ανάρρηξας το κήτος και έδειξε τη κατοφυρή φύση τη καλή του Θεού μορφήν, ον ιδούσα ακόρεστον κάλος και πάσαν ενέργιαν εν εαυτού έχον των διοικητόρων την, τη μορφήν του Θεού εμέ δεσαν ερώτη. «Ως άτετης καλής της μορφής του ανθρώπου, ανθρώπου το είδος, εν το είδα τη είδούσα και το σκιάσμα επί της γης, οδέ ιδών την ομοίαν αυτών μορφήν εν αυτή ούσαν, εν το είδα τη, εφέλησε και η βουλήθη αυτού εκείν, άμα δέ τη βουλή γένετο ενέργια και όκισε την άλογων μορφήν, η δε φύσις λαβούσα τον ερώμενον περίπλακή ολή και εμίγησαν ερώμενη γάρισαν». Очень сложно, по крайней мере, для меня. Огромная разница древнегреческого языка и классического языка, и даже на слух для меня. Итак, давайте попробуем переведём. Что же у нас написано в нашем четырнадцатом абзаце. Так, прокручу сейчас немножечко свой текст. И начнём по порядку. «И Бог, который создал мир смертных», в очередной раз, многочисленный раз, говорю о том, что под словом «Бог» в данном трактате не подразумевается ничего религиозного. То есть это не персонификация какой-то одной личности в контексте Творца. А здесь как раз-таки тема сегодняшнего нашего урока, что я говорила ранее, подразумевается «Бог» как некая такая система, свод правил, законов, на котором построено абсолютно всё, как в нашем мире, так и в других мирах, в которых вообще всё существует. То есть это не какое-то единственное число, и оно ни в коем случае не употребляется в религиозном направлении. Да, оно есть как понимание, но скорее всего как некая такая система и свод правил. Но не правил земные, вот направо можно, налево нельзя, нет. А это свод неких таких законов, например, как закон притяжения и многих других правил, которые существуют абсолютно для всех миров, не только для нашего. Поэтому вот в этом плане мы говорим о том, что «Бог, который создал мир смертных, значит, он создал мир смертных, который состоит из людей, которые ведут себя как неразумные животные». Если вы помните в одном из уроков, где была речь о учении Платона о душе, там как раз говорилось о том, что человек состоит из двух начал, из разумного начала и неразумное. Так вот неразумное, оно у нас как раз-таки проявлялось в виде двух лошадей, чёрной и белой. И вот в данном случае речь идёт как раз-таки о неразумном животном начале. Это подразумевает то, что человек действует и поступает в контексте своего ума сознательно. То есть так, как мы привыкли с вами сейчас действовать не с точки разумности, не с точки зрения его высшего порядка, вот этого вот разумного. И здесь как раз-таки поэтому и говорится, что Бог создал мир смертных, который состоит из людей, которые ведут себя как неразумное животное. И Бог в данном случае имеет полную власть правления над ними, над людьми. Дальше. И он наклонился над ними в полной гармонии, которая ему свойственна. То есть мы говорили, гармония – это как раз-таки вот этот вот свет. А в понимании наклонился – это, если в прямом смысле переводить, эскепси. Это не просто когда ты нагибаешься, а когда, знаете, вот как бы так сказать, как мать, либо как курица-насетка, которая наклоняется, расправляет крылья, и вот наклоняется над своими. То есть она заботится, некое такое выражение заботы. То есть я забочусь о том, что я беру в свои объятия. Поэтому здесь наклонился. Не просто наклонился, как действие тела согнулся, а именно заботой наклонился над своим творением, над теми неразумными людьми, кем мы являемся, в полной своей вот этой вот любви и гармонии. Ну, здесь в данном случае гармония, слова любви нету. Дальше. «Thetu сикини ситикабили». Это вот как раз-таки выражение очень важное. «Анарексос стокитуш». Это древнегреческое выражение, вот это вот. И здесь оно, как бы так сказать, оно кодированное. То есть если мы не знаем понятие то, что мы разбирали с вами сакральной геометрией на прошлом занятии, как раз-таки правостороннего и левостороннего движения наших двух полушарий, которые должны по сути своей, они как? Они просто соприкасаются, как шестереночки, то, что я нарисовала. Они просто соприкасаются. Правое полушарие и левое. Одно правостороннее, другое левостороннее. И они просто соединяются в каком-то моменте, но они находятся в постоянном движении. Они не входят одно в другое, не пересекаются. Они просто соприкасаются. Так вот, если не знать понятие вот этого сакральной геометрии, то, что мы разбирали на прошлом занятии, то вот это вот выражение как таковое, оно не совсем понятно будет. Потому что, опять-таки, в всех переводах, которые я видела, говорится о том, что о пересечении каких-то миров, там, ну, в общем, не совсем в тему. Почему? Потому что именно вот это вот выражение анариксос, то китос, если дословно переводить с древнегреческого анариксос, это означает то, что выстреливает, то, что движется. А китос, это такая, как-то сказать, как тот пузырь. Помните, когда правое и левое полушария соединяются, да, рисунок у нас был вот этот вот, у нас появился вот этот вот, как этот пузырь, да, рыбный пузырь, как мы его обозначили в прошлый раз, или иначе я его еще назвала, если его повернуть боком, да, третий глаз. Так вот, вот этот вот мыльный пузырь, это вот это вот пространство, которое появляется при соединении двух вот этих кругов, левого и правого полушария, либо при слиянии в аркане колесничьего, да, то, что использовалось как пример Платоном в теме обучения, учения о Души, как раз-таки у нас слияние черной лошади и белой лошади, да, образует некое такое пространство, в этом пространстве у нас находится непосредственно сам возничий, да, сам колесничий. Так вот, суть, в чем заключается, то, что мы должны привести в движение, вот эти вот два полушария, чтобы образовалась вот этот вот, ну, этот пузырь. И дословно это переводится как то есть привожу в движение именно вот этот вот пузырь. И таким образом у нас происходит ксипнимантисфронисис, то есть таким образом у нас появляется разумность. И вот в этом случае люди, которые, которых мы называем как неразумные животные, да, как эти две лошади, только при слиянии этих двух полушарий, не соприкосновения, а именно слияние и образование вот этого вот третьего пространства, да, вот это третье пространство и становится разумным. И тогда люди становятся разумными, да, то есть просветленными, если мы так можем сказать, потому что именно вот в этом месте образовывается свет. И к этому мы вернемся в самом конце, когда я буду объяснять вот это вот неподвижное, движущее начало, первоначало. Итак, идем дальше. то есть когда Бог как раз-таки вот наклоняется и берет вот свои, ну условно говоря, объятия, заботу, вот это вот все человечество, да, то есть когда он над ними склоняется, в таком случае как раз-таки и получается слияние этих двух полушарий и появляется вот это вот пространство для, ну, для света, давайте так скажем. Дальше И таким образом он дает как бы сказать понимание людям о его низменной низменной природе, да, то есть у нас низшая есть природа и высшая природа, то что мы говорим личность и индивидуальность, то есть низшее я и высшее я, то есть таким образом, да, когда вот произошло слияние, сразу появилось понимание вот этого вот разделения на низшее и высшее, то есть таким образом он показал человеку его низшее проявление то есть то есть он показал низшую природу, вот эту вот низкую природу, да, то есть низшее я и и также его противоположность, а его противоположность это как раз таки калифиси, то есть высшее, высшее, высшее я в мурфии как в виде, да, в виде самого Бога, да, в непосредственном виде самого света, то есть таким образом у человека появилось понимание, да, что есть, условно говоря, низшее и что есть высшее, да, то есть к чему нужно будет стремиться, то есть вот эту двойственную природу таким образом, да, Бог показывает человеку. Потому что как если бы, да, либо потому что, либо как если бы кто-то, если бы мог вообще увидеть, как выглядит на самом деле Бог, вот как если бы, потому что никто не видел его формы, то есть как он вообще выглядит, вот, а если, ну, как если бы, да, представишь, что могли бы увидеть форму Бога, то тогда то, что бы увидели, это было бы бесконечное апэрэндо апэрэндо атлиэто калус, бесконечное калус подразумевает как красота, но в данном случае именно вот это вот проявление света, да, потому что мы восхищаемся красота, как восхищение, а оно, мы говорили, по-моему, во втором уроке, да, что свет, который является на самом деле Богом, да, он и вызывал у нас вот это вот восхищение, поэтому, если в общих словах говорить о недословной, да, то если бы мы могли бы увидеть, как выглядит Бог на самом деле, да, то он бы выглядел как бесконечное, вот эта вот красота, бесконечный свет, под этой лёни-потэ, который никогда не заканчивается, и плюс ко всему, то есть он никогда не заканчивается и каждое действие выходит из него, да, то есть он является источником любого проявления, вот так скажем. И вот здесь вот ещё одно из искажений переводов, которые я видела, говорится о том, что, то есть изначально, да, мы сказали, что если бы мы могли увидеть, как вообще выглядит Бог, так как его никто никогда не видел, да, то он бы выглядел как бесконечное, вот это вот восхищение, да, красота, свет, которому нет конца и края, и то, что может стать причиной, да, что может из этого появиться, да, что может родиться из этого света. Так вот, искажение заключается в продолжении этой фразы, где говорится о том, что то есть тогда бы мы, вот если бы мы увидели, да, на самом деле самого Творца, то мы бы увидели, что он, как бы так вам это перевести-то, что на самом деле, да, безусловно, Бог является первоисточником, но то, что происходит как творение, то есть он не сам своими собственными, в кавычках, руками творит, а творит с помощью уполномоченных, это вот если дословно переводить, уполномоченных командиров, да, индеталмену з-якетон, которые его представляют, да, как мы говорим, да, всегда есть представительство, например, того или иного государства, да, то есть есть некие люди, которые представляют государство, в данном случае есть некие уполномоченные командиры, это некие такие силы, которые его представляют. Так. Потом, то есть уполномоченные командиры, которые его представляют, а он кажется просто счастливый, потому что он находится вот в этой, вот в этом состоянии влюбленности, то есть если не коряво, а в общем, да, объяснить, что бы вам, донести до вас, чтобы было понятно, сейчас вот здесь курсов просто поставлю, чтобы, то речь здесь идет вот о чем, что на самом деле, мы видим вот этот свет бесконечный, да, которым восхищаемся, и мы ощущаем, здесь на уровне ощущений идет, здесь не на уровне видения, а ощущаем, что он может творить абсолютно все, но на самом деле он по факту ничего не делает, то есть все творения, которые происходят, они происходят с помощью его командиров, то есть с помощью его представителей, а он просто находится вот в этом состоянии влюбленности и блаженства, в чем здесь искажение, о котором я говорила ранее, поскольку очень часто упоминается слово Бог, во многих переводах приписывается это как-то к религиозным пониманиям, и вот уполномоченные командиры, оно используется как не некие силы, с помощью которых творит Бог, а именно как раз-таки как там архангелы или еще что-то, то есть упоминания и выражения более такой вот религиозных сил таких, да, как вы поняли, запуталась, да, как выражение, то есть больше с религиозным наклоном, но здесь такого нет и даже если взять более опять-таки позднее описание, даже ту же самую Тору на курсе Древа Жизни, да, кто был знает, что опять-таки проявление Творца и согласно Древу Жизни, то у Творца нету имени, у него нету формы, и он находится как раз таки вот Кетер, но кроме этого у нас есть еще девять сферот, и в каждой из сферот, это как особый мир свой, да, у Бога было свое имя, но это имя, оно не являлось самим Богом, да, оно являлось как будто бы частью его, да, как он мог бы проявиться на этом уровне, как бы он мог проявиться на втором, на третьем, на пятом, и так до десятого, потому что у нас десять сферот, вот здесь примерно тот же самый принцип, то есть у нас есть один общий источник, да, бесконечный, неиссякаемый, и он может творить, но не он самостоятельно, а скорее всего на каждом уровне вот эти вот силы, которые ему помогают, да, в этом, то есть он как будто бы на каждом уровне творит с помощью тех сил, на котором уровне они находятся, если я вас не запутала, да, то мне кажется, вы поняли, о чем я говорю, то есть, например, у нас есть в каждой стране, да, президент, у него есть, конечно же, какая-то ответственность, безусловно, да, но он самостоятельно, например, не принимает решение, как там построить дороги, либо где какое заведение построить, он дает указания, а есть люди, да, то есть дает распоряжение, а есть люди, которые эти распоряжения, в зависимости на каком уровне они находятся, да, они их выполняют, то есть он, например, он не возьмет веник и не будет подметать дорогу, да, потому что для этого есть дворник, у дворника есть свой начальник, то есть вот это вот иерархия, о которой я хотела вас сказать, но здесь вот в древнегреческом тексте нигде не упоминается слово там ангел, архангел, либо даже сила, как таковая, да, упоминается, и упоминается как раз-таки выражение уполномоченных, то есть как представители, да, командиров, да, именно командиры, то есть здесь мы можем заменить слово командира на силу, но не, никак не на какое-то религиозное представление той или иной силы, это важно было отметить, хорошо, и мы идем дальше, значит, что мы увидели, что есть некая такая сила творящая, да, Бог нам показал нашу низшую природу, двойственный мир, да, низшую природу и высшую, высшую в своем лице, да, вот в этом свете, и низшая это представление нас как неразумных животных, в принципе, это выражение, так оно и есть, неразумные именно животные, алуга, зо, причем, как я уже говорила, на одном из уроков слово алуга, оно может трактоваться как в прямом смысле как лошадь, потому что алуга это лошадь, а есть алуга, то есть а как отрицание и логос, то есть логически, отрицание логики, то есть отсутствие логики, то есть и ну, зо, это как животное, оно уже никак не переводится, то есть животные, у которых отсутствует логика, то есть мы увидели это, мы поняли, что вообще мир наполнен вот этим светом, и он может себя творить, либо творить все, что угодно, но не прямую, не напрямую с помощью Бога, а именно с помощью его представителей, а он в это время находится вот в этом прекрасном влюбленном состоянии, и это любовное такое вот настроение, да, здесь так переводится, как настроение, состояние, дальше, цели нафтасисто семейо, нади о морфотере морфи, побури на лави, ту антропину идош, веоти мэшу тисимберифора, кетон праксионту, шпану стиги, анда наклады, ту прагматико, перехомену тис психисту, и дальше здесь говорится, а что же он вообще хочет от людей, да, то есть он хочет, чтобы человек достиг своей наивысшей точки пика, о морфотере морфи, самой красивой, восхитительной, ну то есть самая наивысшая такая точка своего проявления, который вообще, на который способен человек, то есть вот некого такого идеала, опять-таки, под красотой мы подразумеваем состояние души, чистоты намерения, да, он хочет, чтобы мы достигли этого состояния, потому что как раз-таки через вот это состояние человек начинает действовать, поступать в соответствии со своим вот этим вот настроем, и таким образом он отражает настоящее содержание своей души, то есть смысл здесь заключается в том, что мы и воплощение будущей людьми, мы должны действовать так, как если бы мы были развоплощенными именно в состоянии того света, в котором мы находимся до того, как входим в наше тело, то есть проще говоря, мы должны усовершенствовать себя до такого состояния, в котором мы находимся вне воплощения, вне нашего тела, то есть довести до идеала, и только тогда мы станем как раз-таки отражением нашей души, и тем самым мы уподобимся Творцу, то есть воплощение мы должны к этому прийти. Условно говоря, для кого-то это может быть смыслом жизни. Дальше. Ала кеоантропос отанкатануиси тин омеотита по ипархисти морфи, по пернун и праксисту сисхеси метипиотита тис психисту, но и человек, который поймет свою похожесть через проявление своих каких-то действий по отношению к своей душе. То есть, с одной стороны, мы как душа должны входя в человека, довести его до усовершенства, но и с другой стороны и как человек. То есть, это вот как будто бы обоюдное, то есть, как нисходящий поток и восходящий. То есть, нисходящий он должен поднимать наверх, то есть, поток должен поднимать наверх, но и с другой стороны, снизу, когда человек находится, он должен восходить. То есть, здесь вот как будто бы вот эти два потока. Но и человек через свои какие-то действия связаны непосредственно с качеством до своей души то есть вот улучшая и преображая себя чтобы уподобиться своей душе полюбил для того чтобы что для чего он это все для того чтобы полюбил своего бога и захотел на катекисе мыши что идет и захотел жить в своем собственном теле то есть чтобы вас не путать скажу что задача она как будто бы двойственная да когда а бог показал вот эту вот низшую природу человеку да и его выше то как будто бы он хотел чтобы человек самостоятельно захотел уподобиться этому свету улучшить свое качество своей жизни чтобы быть похожим на свою душу и тем самым уже будучи вот в теле до воплощение они как состояние души чтобы он захотел жить вот здесь так и написано киселисе на катекисе мясо что идет тут ушел и и захотел жить в своем теле то есть не просто увидеть разницу что там хорошо да что в принципе является ошибочным что делают многие люди да что вот я стремлюсь к духовности почему там что мне мое тело не нравится мне мой мир не нравится и мы смотрели как на самом деле в одном из уроков выглядит наша планета и вот это вот многие из вас даже писали о том что вспомнили действительно вот это вот неприятное ощущение нежелания воплощаться так вот задача краски в том-то и заключается осознать в своей голове что да ты в теле можешь быть похожим на своего творца можешь приблизиться либо действительно стать как бог этим светом и тогда тебе захочется жить в теле то есть не просто выйти из тела а именно стать богом в теле вот в чем главное ну на мой взгляд до задача человека в теле стать именно богом и дальше а мэшу что файл мотот и у эйни энергия то есть прогмотопии фикики антропин и психи бики на катекисе месса силика шома так вот здесь вот точку поставлю потому что предложение очень большое и то есть после того как это все произошло до человек это осознал он понял и он это все увидел и сразу желание бога стала реальностью то есть но в момент это случилось да то есть человек увидел всю эту красоту он понял он все осознал он захотел да он выразил намерение он захотел жить в этом теле до его усовершенствовать для того чтобы в теле уподобиться непосредственно творцу и вот в этот момент как раз таки сразу то есть как только появилось это желание человек сразу вошел в тело мы помним что у нас это все в процессе медитации происходило да здесь сразу человек вошел в тело и антропин и психи бики си на катекисе месса си на или к шума то есть и человеческая душа вошла в тело для того чтобы жить в нем или к материальное тело то пио ве веус 2 сети и на ну которая конечно же имеет ум в литургии мифронисе которая не имеет вот этой вот разумности тот и эфисы ту антропу эй и не зефис и тогда природа человека стала двойственной афу о сеос перелом ва ней мессату тонн антропо афу оси осперелавании мессату тонн антропо эти пуэзио То есть здесь смысл в чем заключается? Когда человек вошел в тело и захотел жить, проживать в этом теле, то он получил сразу одновременно вот эту свою двойственную природу. То есть черная и белая лошадь. Но в дальнейшем... Здесь произошло некое такое слияние. Я вот думаю, как бы вам этот пример-то привести? Чтобы было понимание. Здесь просто такие, знаете, абстрактные философские понятия, которые сложно простым языком привести пример, но я попробую. Здесь речь идет о том, что как только человек вошел в свое сознание привычное, в котором мы с вами находимся, одновременно... То есть вот эта вот его божественная природа, она никуда не ушла. И здесь, по сути, речь идет о том, что вот именно в этот момент божественная природа и животные природы нашего материального мира, они как будто бы переплелись между собой и стали неразделимыми. И при этом человек находился в таком же состоянии любви, влюбленности, в котором пребывает Творец. Я понимаю, что я сейчас сказала вам запутанно, но суть здесь в чем заключается? То есть после всего вот этого вот опыта, который человек понял, который узнал, который увидел, он осознал, что он может находиться, то есть быть двойственной природой, то есть он может быть и человеком неразумным, когда он находится в состоянии сознания, и одновременно он может быть и Творцом, когда он находится в состоянии разумности. И эти две природы, они между собой очень связаны и неразделимы. Здесь я не могу не упомянуть миф про андрогена. На курсе Древа Жизни я говорила о том, что это вот как раз-таки такое метафорическое понятие о том, как в общих чертах, как мужская энергия слилась вместе с женской энергией. То есть это вот две силы, да, опять-таки образование нашего бессознательного и нашего сознательного двух полушариев. Вот, и они слились навеки. У нас также есть андроген, это такое божественное мифическое существо было, да, которое было идеально. Оно имело две пары рук, две пары ног, и одна часть головы, ну то есть переднюю, условно говоря, была мужским лицом, а задняя была женским. И вот в какой-то момент, когда вот это вот существо, оно по сути катилось, да, оно не шло, а вот катилось, но оно было совершенно. То есть у него было все. И вот в какой-то момент, когда оно захотело уподобиться Творцу, как всегда, ревнивый Зевс, да, боги ревнивы достаточно, вот, молнии разделило это существо надвое, вот, и таким образом появилась одна половинка женская и другая половинка мужская. И вот согласно мифу, одна половинка еще другого, потому что они все никак не могут существовать, потому что они привыкли быть только в единстве, да, а здесь у нас разделенная природа, и от этого они умирали. И либо очень долгое время скучали друг по другу и искали по всему свету и не могли найти. Так вот здесь вот этот миф, он очень неуместен, и здесь не говорится о том, что я ищу свою половинку, как женщина ищет своего мужчину, либо мужчина-женщину, нет, это ошибочное восприятие. Здесь как раз-таки восприятие того, как наше низшее Я ищет как бы слиться, слиться с нашим Высшим Я, да, как бы соединить вот это вот правое полушарие, чтобы оно вошло в левое полушарие, да, и появился между ними вот этот вот пузырь, да, рыбы, о котором мы говорили, третий глаз, вот тогда вот это вот будет три единства, да, то есть правое полушарие, левое полушарие, и место, в котором образуется вот этот вот свет Творца, то есть наша разумная, вот посередине наша разумная природа, а по бокам вот эти вот два округа, это наше неразумное животное проявление, и вот как раз-таки они соединяются, и соединившись, они приходят в единство, они приходят как раз-таки вот к этому среднему проявлению нашей разумности возничего Бога, то есть называть по-разному, и смысл здесь вот в этом-то и заключается, это и есть три единства, и в данном случае Гермес Трис, величайший, как его переводят, а он Трисмегес, то есть три величины, как я говорила, не как чин, да, три раза его восхваляет, а как три проявления величины, и вот эти вот три величины, они и есть в этом образе, то есть слияние правого полушария, левого полушария, когда одно входит в другое, не просто соприкасаются, а одно входит в другое, и таким образом они создают место для просветления, для разумности, и вот эти три величины, назовите их опять-таки кому угодно с религиозной точки зрения, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа, вот это вот слияние, да, это то же самое, поэтому мы и говорим, что Бог находится внутри нас, то, к чему мы стремимся, не на небе, не где-то там, а Он находится внутри нас, и мы, это состояние, это особое состояние, поэтому медитация, это мистический опыт, к которому мы должны прийти, да, для того, чтобы вот этот свет, вот этой разумности зажегся внутри нас. И в завершении я вижу, что время наше уже достаточно утекло, в принципе-то я все рассказала, я обещала сказать как раз-таки про движущее, неподвижное первоначало. Это термин взят у Аристотеля, и вот он как раз-таки говорил, что есть некое такое неподвижное первоначало, это вот как раз-таки есть вот эта вот средняя часть, да, вот в этих двух кругах нашего левого и правого полушария, которое непосредственно неподвижное, но оно дает толчок для движения вот этих вот двух сфер. И тем самым вот это вот, а поскольку это цельная модель, да, вот это триединство, у нас получается неподвижное первоначало, которое находится в середине, но оно дает толчок вот этим движущим, и тем самым оно как единая система получается движущее, неподвижное первоначало. И вот это вот выражение Аристотеля, оно является как раз-таки основой сакральной геометрии. То есть, опять-таки, если мы переведем не на понимание, да, сакральной геометрии, а непосредственно, ну, это является началом метафизики, да, так или иначе, то в данном нашем примере, то, что мы рассматриваем, вот это вот неподвижное первоначало, это и является Творец, это и является вот этот вот свет, и он есть в нас, но как потенциал, скорее всего, да, и он должен, как сложно мне объяснять это, он существует, да, но мы должны, как бы так сказать, переключиться, да, от нашего привычного, неразумного состояния к разумному. И это приходит как раз-таки через видоизмененное состояние. Именно поэтому мы совершаем дополнительные какие-то практики, да, чтобы прийти к этому мистическому опыту медитации, то есть вот расслабление, наблюдение за своими мыслями. Это разные ступени подготовки нас для того, чтобы мы встретились действительно в медитации, да, вот в этом мистическом опыте. Это разовый опыт, это не постоянный, но ступени, практики к нему разные, разные ключи. Для чего? Для того, чтобы мы обучили свое, вот это вот неразумное животную природу, подготовили ее для встречи с разумностью, чтобы потом, когда произойдет мистический опыт, и слияние произойдет, оно уже будет неразделимо. То есть у нас появится уже вот этот гермафродит. Не вот эти вот две части разделенные, которые ищут себя, а именно соединение, и оно будет навсегда. То есть после такого мистического опыта, когда человек приходит к просветлению, нельзя потом сказать, что вот он переключается на привычное сознание. Нет, такого не будет. То есть как он уже переключился вот на слияние, на это божественное состояние, он из него не выходит, он в нем и находится. То есть вот уже не будет вот этой двойственности. И получается то, что мы описывали в сегодняшнем уроке. То есть будучи в теле, ты приходишь к состоянию просветления. То есть твое сознание, оно не двойственное, но при этом оно едино. Ты находишься в мире двойственное, потому что у тебя есть материя, ну тело. А в мире материи, да, это двойственная природа. И вот это вот как раз-таки движущее, неподвижное первоначало, оно про это говорит, что первоначало – это наше сознание, которым станет, и оно неподвижное. Почему не подвижное? Потому что оно единое, оно является толчком, оно является источником. Все остальное, то, что движущее, – это двойственная природа. И вот здесь вот эта вот комбинация, да, вот этот вот весь механизм – это то, к чему стремились тогда, наверняка и до третьего века, и то, к чему стремимся мы сейчас в нашем двадцать первом веке. На сегодня занятие закончилось. В принципе, всю информацию я рассказала. Ключи дала, кому интересно, поищите русский перевод. Опять-таки, он будет намного отличаться от того, что я вам говорю. И я не говорю, что то, что я говорю, – это есть истина. А я показываю одну из точек зрения, потому что истина, на самом деле, она где-то посередине. Я не могу говорить, ну, потому что я читала перевод, и комментарии к переводу есть, книги много, книг таких, что то, что говорится там, в тех переводах, оно лишено какой-то сути. Наверняка оно тоже может говорить про то же самое, только разными другими словами, как вариант. Я просто могу предположить. Но есть и очень сильные искажения, которые лично мне, они неприятны, они мне непонятны. То есть, я не понимаю, как логика смысла, как к этому прийти. Опять-таки, напоминаю, что язык закодированный. То есть, вот я вам одно из выражений сказала, да, анарексес токитос. То есть, в прямом смысле, это, ну, разорвать круг. И так он, в принципе, и переводится, если вот вообще прям на русский. Но о каком круге здесь речь идет, да, и что нужно разрывать. Хотя на самом деле, вот, ну, нужно привести в движение вот эту вот фушку. И никто не будет говорить про сакральную геометрию, потому что это вот, ну, это немножко другое направление. А поскольку все взаимосвязано в любых трактатах, да, то здесь надо подходить достаточно сферично к таким понятиям, а не дословный прямой перевод. Он больше просто запутает. Прощаюсь с вами. До следующего занятия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok